Здравствуйте! Сегодня 24 июня 2021 года, 16-20 дня, температура в тени плюс 36. И вот из-за такой высокой температуры пчелы из ульев выкучиваются бородой. Если стоит улья на солнцепилке, то вообще борода огромная получается. Пчелам в улье жарко, летают к поилкам, к ведрам с водой, берут там воду и несут ее в ульи для того, чтобы пополнить и запасы воды для выкармливания личинок, и для того, чтобы разложить эту воду в ячейках, выпаривать ее и таким образом понижать температуру в ульях. В этом улье стоит вот здесь сбоку сетка противомоскитная, щель там есть сантиметра два шириной, через нее проходит воздух под крышу, и получается через леток, через весь улья сквозняк такой вентиляционный в эту щель, закрытую сеткой, и это снижает температуру в улья. Очень жаркий день сегодня, дует ветер южный, не сильный, но из-за того, что весь день такой солнцепек, ну просто невыносимая жара, я сегодня работал на пасеке, пот заливал глаза, в общем кошмар. Даже сейчас язык заплетается от того, что я на солнце перегрелся, ну работал в палате в таком, сетка на голове, для того, чтобы пчелы случайно за лицо не укусили и под глаз не поставили укус. Вот, так что жарко сегодня и пчелам, и животным, прячется в тень кто куда может. Вот такой жуткий солнцепек сегодня. Борода какая выключилась, но к вечеру будет еще больше, потому что жара не спадает, и уже пятый час, а вот такая вот высокая температура. Я сегодня в этот улей поставил противомоскитную сетку, потому что холстик все-таки получается довольно плотный. Заменил холстик на полипропиленовый мешок, и он не до конца закрывает верх рамок, а там оставлена щель сантиметра четыре, и положена противомоскитная сетка, и сверху открыта, между подкрышниками и крышей, такая щель оставлена, для того, чтобы происходила вентиляция. Вот сетка здесь лежит противомоскитная, и из нее прямо через щель выходит воздух. Жарища такая жуткая, улей стоит на солнцепеке, у него боковая и задняя стенка как раз оказываются под прямыми лучами солнца, три корпуса, и вот такая сегодня борода. Сейчас я дальше отойду, а то не видно. Борода такая сегодня выключилась на переднюю стенку улья. Жарко пчелам. Это несмотря на то, что даже вот такой я им сквозняк устроил. Поставил эту противомоскитную сетку, для того, чтобы протягивался воздух через весь улей, и чтобы снизить температуру. Нужно закрывать улей от солнца, для того, чтобы его стенки на таком солнцепеке не нагревались, и чтобы не так жарко было в улье. Даже если бы солнцепека такого не было, все равно. При такой температуре воздуха, 36 градусов, это та температура, которая внутри улья обычно. Ну, плюс пчелы еще вырабатывают тепло, так что они вынуждены из улья выйти. Это при том условии, что третий корпус, поставлено 10 рамок вощины, и пчелки там довольно свободно сидят. Вот так вот они огромной бородой выключились на переднюю стенку улья. Очень жаркий день сегодня. Слабая облачность на небе. Она не перекрывает солнце. И в результате получается, что если улья стоит на солнечном месте, то он перегревается. Пенопластовый улей, он, конечно, не так сильно прогревает свои стенки под солнцем. А вот деревянный, к сожалению, греется очень сильно. Вот у меня здесь улей один, темно-красный, который сильно греется на солнце. Возле него 17 кустиков ласточника сирийского растет. Уже готовится зацвести. Уже есть бутончики такие практически на каждом растении. Уже скоро растустится и будет цвести. Шикарно цветет, красиво пахнет. И мед получается очень вкусный с этого растения. Но это жуткий сорняк. Так что он, если на пуле где-то заведется, его трудно будет вывести. И вот он своими широкими листьями закрывает улей от солнцепека. И пчелкам получается комфортно в этом улье. Они, получается, через верх залетают к своему летку. Не спереди, как вот при заходе на посадку, самолет на аэродроме идет, а как вертолетный спуск такой. Вот там видно прилетная доска. Вот там дощечка такая лежит. И по той доске пчелки ходят. Они под листьями этого ласточника сирийского прячутся. Там тенечек и жары нет. Вот, если бы не это растение, то там был бы солнцепек. И они бы там тоже перегревались. Хотя тоже довольно много пчел выключилось из улья. Сидят на передней стенке улья. На прилетной доске. Ну, конечно, той жары, которая есть у других ульев, здесь нет. Здесь ласточник сирийский их своими широкими листьями хорошо затеняет. Так что польза от этого растения, вот в этом месте, существенная. В жаркие летние солнечные дни спасает улей от перегрева. Ну, плюс еще тут, когда зацветет, и очень ароматно пахнуть будет, и красивые такие цветы. Вот улей тоже греется передняя стенка улья, но так, косыми лучами солнца. Боковая стенка, она частично прикрыта другим ульям. И много пчел сидит на прилетной доске. Занимается вентиляцией улья. Я им поставил противомоскитную сетку, чтобы сквознячок был. И в результате им не так жарко. Но все равно при 36 градусах они себя не особенно комфортно чувствуют. Ну, даже и человек. Вот я сейчас даже по себе чувствую, что жутко жарко. Тем более я в халате сегодня весь день проработал. Так что пчеловодство это не сладкий кусок хлеба, как некоторые думают. Как мне здесь в селе говорили. Поставил весной улей, посадил туда пчелы, а осенью только мед качай. Ничего делать не надо. Пчелы все сами сделают. Ага, как раз. Пчелы это самое сложное животное, сельскохозяйственное. С коровой намного проще. Чем с пчелами. Ну, кто пчел не держал, тот думает, что так. Улей поставил, пчел туда набросал. И осенью только беду на мед качай. Вот здесь тоже борода небольшая образовалась. Много пчел сидит на передней стенке улья. Выключились. И под литком небольшую бороду образовались. Сидят на двух корпусах. 20 рамок. Три литка открыты. Нижний, щелевой. И в каждом корпусе верхний литок. И все равно даже с соседними ульями половина этого улья закрыта. От солнца. Частично он освещается. Ну, практически вот верхний корпус, задняя, боковая стенка. И боковая стенка частично нижнего корпуса. И все равно, получается, дерево нагревается. В улье жарко. И пчелы изо всех сил вентилируют улей. Прокачивают воздух. И даже выключиваются из улья. Потому что много пчел в улье. Борода такая вот повисла. Ну, это небольшая оборудка. Но к вечеру будет вряднее всего, что еще больше. Вот если понаблюдать за летом пчел к этому улью, который на двух корпусах сидит, то пчелы летят постоянно. Взяток есть, летают на липу. И это не облет, а это именно вот лед с нектаром. Я сегодня заглядывал в этот улей. Рамки хорошо заливаются нектаром. Есть запечатанные уже соты. Это еще акация. И уже запах липы появился. Когда вечером пчелки вентилируют улей, и ветер такой слабенький, то вот этот поток теплого воздуха, который из улья выходит, дает запах, ощущается запах липа. Вот такой вот постоянный лед. Это в сторону липовой рощи. 3,5 километра приблизительно туда им лететь. Ну, 3,2-3,5 километра там такая она, немаленькая роща, искусственно посаженная рядами. Помещик лет 120-130 назад, местный, посадил эту рощу. Помещика уже нет. Соевое имущество советская власть пойхапала. А о нем память осталась. Леповая роща. Ну, плюс то еще имущество, которое, чем он раньше здесь владел. Вот так вот пчелки летают. Вот такой лед хороший. И это при жаре в 36 градусов. Вот сейчас я с другого ракурса снимаю этот улей. Дальше отошел. Так вот, передняя стенка выше летков. Ну, вот это улей белый корпус, нижний. Потом идет желто-зеленый и желто-синий. Это магазинные надставки, которые под магазинные рамки. Но они заполнены додановскими рамками на 300 миллиметров. Каждая три корпуса. Вот такая тут тоже города образовалась. Много пчел вышло из улья, потому что очень жарко. Я сегодня некоторые улицы облядывал, смотрел, какая ситуация. И пчелки чуть-чуть беспокойные летают. Пчеловоду ужалить хотят. Я у них ничего не забирал. Но пчелки, конечно, возбуждены. Вот улей на трех корпусах. 30 рамок додана. Здесь рой. Первак прилетел. И они в тени стоят. Все хорошо. Никаких оборот нет. Никто никуда не выкучивается. Спокойно себя чувствуют. Чуть-чуть вентилятор сидит на летках. По одной, по две пчелки на летке. И все. Работают. Несут обножку, несут нектар. И нет никаких бород. Никто никуда не выкучивается. Вот что значит улей, когда в тени стоит и не перегревается. А на поилке пчелки уже летают. Уже несут воду как раз в те ульи, которые на слонцепелке стоят. Носят воду литрами. Вот пчелы на поилке. В синем ведре пресная вода. В красном подсоленная. Морской солью. Один или полтора грамма. Ну лучше полтора. Грамма пищевой морской соли на литр воды. И пресную воду берут гораздо лучше, чем подсоленную. Подсоленная это так для выращивания расплода. Тоже берут ее. Но берут пресную воду активнее, потому что она как раз идет для охлаждения ульев. Сегодня в поилках пчел намного больше, чем вчера. Но это из-за жары. Это не потому, что им пить хочется, а потому что надо охлаждать улей. Температура воздуха в тени очень высокая. А на солнце улей греется еще больше. И пчелкам приходится трудиться, носить воду и кондиционер устраивать за счет испарения влаги из ячейок в сотах. Вот этот улей стоит в тени. Сейчас на него солнце не светит. Перегрева нет. Я им тоже поставил сетку противомоскитную вверху, для того, чтобы щель небольшая была, чтобы был сквознячок такой возле боковой стенки. И у них ситуация с охлаждением улья нормальная. Бороды нет. Есть еще чуть-чел, которые работают на передней стенке улья. Скоблением занимаются, чисткой. Но борода не выкучивается. Закрывайте свои улья какими-нибудь светозащитными предметами или мешками полипропиленовыми белыми, для того, чтобы свет отражался. Или вот есть такой еще материал фольгоизол. С одной стороны лавсановая пленка тоненькая, металлизированная алюминием. И она наклеена или закреплена на спиненном полиэтилене. Разной толщины. 2, 4, 6, 8, 10 мм. Чем толще, тем лучше. Но 1,4 мм это нормально. Вот таким материалом, если обернуть улей, вот этой фольгой в сторону солнца, то существенно снижается нагрев улья. Но, к сожалению, солнце разрушает эту лавсановую пленку. Где-то через месяц-два крошится будет этот светоотражающий слой. А затем и сама эта основа, спиненый полиэтилен, ультрафиолетовые лучи разрушают этот материал. Так что лучше всего, либо наклеивать алюминиевую фольгу на фанеру, или красить фанеру серебрянкой на лаковой основе. Это самая лучшая вещь. И с той стороны, которая будет повернута в сторону улья, две вертикальные реечки набиваются. Толщиной где-то миллиметров 15. Бруски такие, для того, чтобы зазор вентиляционный был. И получается вертикальная такая щель, через которую продувает снизу вверх воздух. И происходит охлаждение. И улья будет как бы в тени, и дополнительно будет еще охлаждаться. Всего вам хорошего. До свидания. До следующего видео. 17.59. Температура 36 градусов в тени. Вот такая бородища из улья вышла. Жарко в улье. Сколько пчел выкучилось. Внизу две бородки висит. И вот такая вот бородища на верхнем и на среднем корпусе собралась. Ну это на хороший рой пчел. Бородка такая вышла из улья. Вот что значит улья стоит на солнечном месте. Перегревается. И даже вот эта сетка, которая сегодня я ее поставил. Противомоскитную. Через нее улучшилась вентиляция. Но все равно стенки перегреваются на солнце. 35 миллиметров дерево. Не является хорошим теплоизолятором. Ну если сравнивать с пенопластом или экструдированным пенополистиролом. У второго даже меньше теплопроводности. Он влагу в себя не впитывает. Более стойкий материал. Но правда более дорогой. Так что деревянные ульи, они экологически хорошие. Но требует внимания. На солнцепёке их ставить нельзя. Такие бороды выходят. В этом улья солнце уже не греет переднюю стенку. Борода, которая была, она уже в улье зашла. Уже жары такой нет. И вот такая маленькая бородулька осталась. Такая вот тоненькая. Пчёлки не понимают, что надо взлетать. И в ульи уже можно заходить. Весь ад и охлаждается. Ну, тепло на улице. 36 градусов. Вот даже подкармливают друг друга. А нет, это она не с той стороны. Не показала, что подкармливают. Да, ну, бывает так, что пчёлы друг друга подкармливают. Когда кто-то проголодается. Вот такой жаркий день сегодня. Если улья стоит на солнце в 6 часов вечера, то огромная борода. Если в тени, то... Если борода была, то она уже рассасывается. И пчёлы прячутся в улей. Здесь пчёлы тоже спрятались. Большей частью в улей. Маленькая бородка осталась под нижней прилётной доской. Много вентиляторщиц сидит. Но в основном борода рассосалась. Улей уже в тень попал. Груша старая затеняет и солнце не попадает на этот улей. Уже не перегревается. Вот что в 6 часов вечера в поилках происходит. Довольно много пчёл прилетает постоянно. Берут в воду и несут в улье для охлаждения. Кондиционирование устраивает. При выпаривании воды происходит поглощение тепла. И за счёт этого физического эффекта снижается температура в улье. Вот так вот пчёлки вынуждены воду носить. Вот такая вот сегодня погода. Слабая облачность на небе. И солнце практически весь день жарило. Эти облака слабо перекрывали землю. Ну вот к вечеру вот эти вот более густые облака образовались. А с утра такие лёгенькие серебристые облака, так называемые, которые высоко в небе находятся, они плохо затеняют землю. И вот сегодня пчёлы такую жару перенесли. Много пчёл ещё летает в сторону леса. Вероятнее всего, что там ещё акация цветёт. Потому что в лесу она позже начинает цвести. Там прохладнее, там тень. И медосбор оттуда ещё идёт.